Демографы вот так и говорят, что у Китая уже даже демография проблема. Да, у них большое население, но все же она стареет. А Соединенные Штаты растут, растут, растут. Представляете себе вот такую махину рядом вымирающей России. Тут и говорить не отчего. Конечно, много вопросов вызывает дальнейшая внутренняя ситуация в Соединенных Штатах Америки. Многие спрашивают, ну куда это все двигается? Сейчас получили какие-то миллиарды, триллионы, чтобы раздать там всяким проектам в Соединенных Штатах Америки. Инфляция набирает обороты. Какие будут результаты промежуточных выборов, которые там через год будут в Соединенных Штатах Америки. Многие говорят, что они могут быть вполне провальные, вполне паровальные для демократической партии. И тогда, конечно, вся эта внутренняя ситуация Соединенных Штатов вообще не будет меняться. Кто будет выдвигаться? Президенты Соединенных Штатов, прежде всего от республиканской партии. Кто этот человек? Многие говорят, что Тональд Трамп, который в это время, не ошибаюсь, будет уже 76 лет, даже может быть там больше, да, 78 лет, как бы, что он будет там, как бы, снова кандидатом. Не слишком ли старый, так и кандидат. А кто следующий тогда, если Трамп не будет, кто будет выдвигаться от республиканской партии? Потому что понятно, что нужна какая-то каризматическая личность. Но не бывший госсектор Помпео или вице-президент Пенс такими не являются, конечно. Поэтому, конечно, это большая проблема для республиканской партии, где найти хорошего кандидата. Но понятно, что ныне ситуация, когда резко повысились цены на энергию, когда крутится инфляция, и многие, конечно, боятся, что будет разваливаться биржа. Конечно, все эти обстоятельства, конечно, очень тревожат, прежде всего, демократов. Поэтому, конечно, они предпринимают какие-то попытки организовать какие-то скандалы вокруг бывшего советника Дональда Трампа Бэннона, который отказывался появиться перед Конгрессом. Там изучают какие-то дела самого Дональда Трампа и попытаются вызвать скандал вокруг этих событий. Кроме того, есть еще другие какие-то процессы. Дело в том, что назначен спецпрокурор уже во время Трампа, тогдашним генеральным прокурором Баром, который занимается обстоятельством досье Трампа. Там аресты, какие-то обвинения, в том числе обвинения получили какие-то демократические, деятели демократической партии, и вокруг них тоже движется какая-то там волна скандала. Поэтому, конечно, обстоятельства в Соединенных Штатах Америки стали очень сложными. Очень сложными. И, конечно, тут и всякие экономические обстоятельства, ну и вот огромное количество каких-то судебных дел в связи с тем, что какие-то там были события во время правления Дональда Трампа. И надо сказать, что, конечно, общественная ситуация непонятная. Непонятно, что люди поддерживают. Или что составляет быть их одной или другой стороне. Мы видели несколько губернаторских выборов, прежде всего, в таких больших статах, как Калифорния, ну, в том числе и Нью-Джерси, Вирджинии. И мы видим, что если Калифорния демократам довольно легко удалось отбить атаку республиканцев, хотя там были очень сложные обстоятельства, то все-таки в Вирджинии демократы проиграли неожиданно, ну и почти проиграли там Нью-Джерси, еле-еле удержались там какие-то там доли процентов, там они сумели сохранить свое преимущество Нью-Джерси. Но тогда вот вывод такой, что если там штаты западные, как бы еще там влияние демократов как бы удерживается, то вот на Восточном берегу уже как бы стало очень тревожно для демократов. И это как бы показывает и тренд для промежуточных выборов, которые будут осенью 22-го года. Поэтому внутренняя ситуация в Соединенных Штатах очень как бы тревожная. Но если мы говорим какое-то, какое влияние это как бы оказывает на мир, почему мы должны вообще как бы там слишком много говорить о внутреннем положении в Соединенных Штатах Америки. Но, конечно же, это прежде всего внешняя политика. Казалось бы, политика Байдена стала очень похожа на политику Трампа. Скажем, отношение к своим обязательствам прежде всего. Все время мы слышим, что Соединенных Штатах Америки все-таки не хотят выполнять какие-то обязательства. То, что касается Тайваня, или непонятно, в каком размере они будут рассматривать выполнение своих обязательств, скажем, перед европейскими странами и так далее. Это очень тревожный фактор. Но это может стать еще хуже, если все-таки администрация Байдена будет ослаблена еще и выборами промежуточными, которые будут осенью 2022 года. Так что, как бы ситуация такая непростая. Но здесь надо делать одну ремарку, что Соединенные Штаты Америки – великая держава. Это быстро растущая страна. Иногда, как бы, всяким там… Владимир Рудольфович Соловьев и другие пропагандисты, они создают, как бы, неправильное понимание, прежде всего, русскоязычной аудитории, что такое Соединенные Штаты Америки. Вот страна под называемым Российской Федерацией вымирает, как бы, ну, в прямом смысле этого слова. Его население уменьшается, даже потоки мигрантов из Средней Азии не могут уже, как бы, дать такой-то там результат, плюс, как бы, чтобы население Российской Федерации нормально росло бы. А Соединенные Штаты растут. Они растут. И очень быстро. Конечно, там огромную роль играет иммиграция, но это не имеет значения. Соединенные Штаты становятся больше, 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 больше. А все демографы вот так и говорят, что у Китая уже даже демография проблема. Да, у них большое население, но все же она стареет, как бы. А Соединенные Штаты растут, растут. И будут еще расти. А что это значит? Чем больше население, тем больше экономических возможностей. У них основа-то очень сильная. Значит, будет расти и внутренняя экономика в Соединенных Штатах Америки. Это стабилизирует, как бы, общее положение Соединенных Штатов Америки. Поэтому это неправильно думать, что вот кто-то там сумел нанести Соединенным Штатам какой-то там удар, его значение уменьшивается в мире. Конечно, геополитика как бы сложная штука. Другие страны тоже растут там, не только там Соединенные Штаты Америки. Но Соединенные Штаты Америки сохраняют лидирующие положения в мире, благодаря тому, что у них уже сейчас огромное преимущество, но они растущая страна. И, конечно, если вы это понимаете, то, конечно, чуть по-другому оцениваете события, которые происходят. Что касается европейского слеза, тут вообще говорить не о чем. Это огромная махина, которая такое количество, живет такое количество населения, там сотни, сотни, сотни миллионов. Но это же, представляете себе, вот такую махину рядом, как бы вымирающей Россией. Тут и говорить не о чем. Европейский Союз – богатая, очень богатая часть мира, где находятся самые лучшие технологии, самые лучшие люди. И, как бы, ну, это просто громадная, не только территория там с ресурсами, но, конечно, при этом все людскими ресурсами. Поэтому, конечно, вот тоже надежда, что Европейский Союз там как-то, ну, его влияние или его возможности будут меньше в будущем, но очень наивно. Это не интересах России там ссориться с этим Европейским Союзом. Но пока вот так получается, что, как бы, Россия не реалистично оценивает потенциал Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, хотя бы, как бы, на уровне пропаганды. Не знаю, что там эксперты говорят Путину, но, как бы, населению Российской Федерации дается абсолютно неправильная информация, какая там ситуация на самом деле в мире и вокруг России есть. Так что Соединенные Штаты Америки, они быстрорастущая вот страна. Сейчас они, конечно, будут инвестировать еще, как бы, того, чтобы чуть-чуть обновить свою инфраструктуру. И в этом плане никакие политические дрязги в Соединенных Штатах Америки. Там будут ли Байдены, будут еще какие-то другие там силы от республиканской партии править. Эта страна идет вперед и является, как бы, одним из главных факторов мировой политики. И это просто надо учитывать.